Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и этим видео я начинаю серию обзоров умных игр для планшетов и смартфонов. Давно я собирался начать рассказывать вам о мобильных приложениях, и вот наконец-то сподобился. Но сразу несколько уточнений. Во-первых, рассказывать я буду всё-таки не об играх, потому что играть на планшетах и смартфонах лично я просто не могу. Для меня это инструменты работы, инструменты коммуникации в первую очередь, где я проверяю электронную почту, ориентируюсь на местности и так далее и тому подобное. И тратить время на мобильные игры, когда есть мощный компьютер или ноутбук, мне кажется странным. Тем более, что наши с вами любимые стратегии на смартфонах и планшетах всё-таки не очень приживаются. Однако я нашёл для себя нишу, которая мне интересна и в которой я нахожу много полезного для себя. А именно игры, которые держат мозг в рабочем состоянии, которые заставляют думать. А с другой стороны, не занимают много времени. Вообще, любая деятельность требует постоянной тренировки и мыслительный процесс, естественно, не исключение. Тем более, что наш мозг постоянно должен выполнять разные задачи. Быстрый счёт в уме, скорочтение или пространственные задачи – это всё разного разных полей ягоды. И вот, когда мы ничем не заняты, едем, например, в машине, ну, естественно, не на водительском месте, куда-нибудь в маршрутке, ждём кого-нибудь или, извините, заседаем в уборной, то у нас есть время потренировать мозг. Вот о таких приложениях, которые занимаются поддержанием нашего интеллекта в тонусе, я и собираюсь рассказывать в своих обзорах. Обзоры подобных мобильных приложений будут выходить нечасто, может, раз в месяц или два. И я жду от вас в комментариях советов и рекомендаций подобных программ, потому что мобильных приложений каждый день появляется огромное количество, и за всем уследить я просто не могу. И ещё одно уточнение – мой планшет работает под управлением Android, поэтому в первую очередь обозревать буду приложения под эту операционную систему. Обладатели iOS и Windows Phone уж извините. Итак, приступим. Первым приложением в моём обзоре будет Brain Wars, что перевести можно как «Войны мозгов». Ха-ха! Всё очень просто. Внизу есть большая кнопка «Challenge», то бишь, вызов. В реальном времени вам подыскивается соперник с любой точки земного шара, и вы с ним соревнуетесь в трёх раундах. В этих раундах вам предоставляются рандомные случайные задания на сообразительность, скорость, счёт, пространственное мышление и так далее и тому подобное. Кто набирает большую сумму по итогам этих трёх заданий, тот в итоге и побеждает. На самом деле соревновательность здесь просто дополнительная фича. Таким образом вы можете просто сравнивать свои способности с другими людьми. На самом же деле вы соревнуетесь только сами с собой, то есть улучшаете свои показатели, тем более, что тут ведётся статистика. После каждой битвы вам сообщается, улучшилась ваша там реакция, скорость и так далее. Ну, здесь вообще шесть параметров считается. Память, скорость, решительность, счёт, ну, скорость счёта, аккуратность и пространственное воображение. Вот это учитывается и в конце каждого раунда параметры либо увеличиваются, либо уменьшаются. Чем больше вы побеждаете соперников, тем выше вы находитесь в своей лиге и в конце недели вы либо переходите в более высшую лигу, либо спускаетесь в более низшую. Сначала вы начинаете в лиге С, потом лига Б, лига А и лига Супер. Я доходил только до лиги А, просто потому что, ну, я не так часто уж занимаюсь этим Brain Wars. Мне больше интересно свои способности контролировать. А для этого отдельная есть такая градация по животным. Сначала вы начинаете с цыплёнка, потом черепашка, потом зайчик. Вот я пока дошёл до ворона, рейвен. Следующая почему-то пингвин. А нет, вру-вру, орёл, пингвин уже был. И для того, чтобы вот повышаться в этих уровнях, естественно, вам надо играть с другими игроками. Не обязательно побеждать. Но самое главное, что надо держать уровень своих способностей, вот этих шести, которые я вам перечислил, на должном уровне. Вот мне, например, сейчас я вижу, что не хватает памяти, запоминания. Мне нужно 570 уровня, у меня 538. Все остальные выше требуемого. В общем, на данный момент это моя самая любимая игра на тренировку интеллекта. Естественно, вам не обязательно соревноваться с кем-то. Тут есть режимы тренировок. Вы можете открыть сразу все доступные задания и потренироваться в них, пожалуйста. Но самое интересное, это, конечно, с живыми людьми. Тем более, что, судя по всему, игра разработана какими-то азиатами. И тут очень много всяких китайцев, корейцев, японцев. Или меня так с ними судьба сводит, я не знаю. И с ними, конечно, очень интересно соревноваться. Игра бесплатная. Ну, тут есть возможность, конечно, ее купить. Тогда вы не будете видеть рекламу между соревнованиями. Еще тут можно покупать монетки, за которые тоже можно покупать больше возможностей игры. Но вообще монетизация очень такая щадящая. Я в этой игре не заплатил ни копейки, а удовольствие она мне принесла море. Так что, пожалуй, мне даже стыдно стало, и надо, наверное, видимо, хоть что-то да создателям кинуть. В общем, будете играть, находите меня, Халецкий, добавляйте в друзья, может быть, посоревнуемся. Естественно, в видео про мобильные приложения я не могу не прорекламировать 2GIS. 2GIS — это карты городов и справочник организаций. Главная фишка 2GIS в его актуальности и детальности. Это не какой-то обычный автомобильный навигатор, которых развелось на мобильных приложениях куча просто. В 2GIS можно найти даже самый незначительный ларек возле твоего дома. Ну, или, например, если вы живете в Петербурге, то в 2GIS вы можете посмотреть время разводки интересующего вас моста. 2GIS, если быть точным. Второй герой моего сегодняшнего обзора — приложение LUMOSITY. Пожалуй, это первый мозговой тренажер на смартфонах и планшетах, о которых я узнал. И начал им пользоваться самым первым, по-моему, года 2 назад. Но нравится он мне меньше, чем Brain Wars, и захожу я в него реже. Во-первых, тут нету соревновательности. Тут вы действительно только сами с собой соревнуетесь со своими прошлыми рекордами. Во-вторых, задачки длиннее. Что лично меня не очень устраивает. Я не хочу тратить каждый день полчаса на LUMOSITY, чтобы пройти задания. Для меня это все-таки многовато для планшетного приложения. А идея LUMOSITY такова. Вы должны каждый день его запускать, проходить либо 3 задания в бесплатной версии, либо 5 заданий в платной, и следить за развитием своей мозговой деятельности. Опять же, много разнообразных случайных заданий. Постоянно появляются новые. Собственно, проходить вы их можете тоже в режиме тренировки, как и в Brain Wars. Идет сбор статистики. И, как ни странно, если в Brain Wars у меня memory, то бишь память, самый низкий показатель, то в LUMOSITY почему-то самый высокий среди всех. Но, как видите на своем экране, я в LUMOSITY вот зашел только единственный раз на этой неделе, чтобы вам записать видео. Однако, обращая внимание на это приложение, возможно, вам оно понравится больше, чем Brain Wars мне. Ну и последнее на сегодня приложение. Оно не про тренировку мозга, а про знания. Называется QuizUp. Это аналог викторины. Викторины, своей игры, что где когда, как угодно называйте. Огромное количество всяких тем. Вы выбираете тему. Опять же, программа вам среди всех своих участников где-то находит соперника по всему земному шару. И вы с ним друг против друга в этой теме соревнуетесь. Вам задается 7 вопросов. Вы должны на них ответить и точно, и быстро. И кто более точен и более быстро, тот выигрывает в дуэли, получает там опыт и так далее. Респект ему, уважуха. Я вам для демонстрации, кстати, выбрал вопросы по Сидмейерс Цивилизейшн 5, как видите. Так что можете опять же найти меня в этом приложении и посоревноваться со мной в знании пятой цивы. Но на самом деле тут много всего интересного. То есть вы можете соревноваться по истории или таким образом, собственно, изучать историю, или географию, флаги и так далее и тому подобное. Есть, конечно, и всякие поп-темы, например, знания суперзвезд телевидения, или кино, или по сериалам, вот по тому же, по той же Игре Престолов, по другим играм, естественно, типа Скайрима или Майнкрафта. Тем тут действительно великое множество. Но это, по-моему, не тренировка мозга, а тренировка знаний. Потому что, как мне кажется, человек, который много знает, не обязательно будет умным. Но, тем не менее, и такой вариант я хочу вам предложить. Ну и, естественно, монетизация заключается в том, что будет отключена реклама, а, в принципе, бесплатный функционал мало ограничен. Значит, какие минусы во всех трех приложениях? Они все три на английском языке. Потому что русскоязычных на данный момент лично я вменяемых приложений для тренировки мозга не нашел. Возможно, вы мне посоветуете в комментариях. Во-вторых, я специально это оставил на конец видео, чтобы посмотреть, сколько замечательных и добрых людей мне об этом напишут, прежде чем досмотрят видео. Как видите, я делал не захват экрана на самом планшете, а положил планшет на стол и снимал экран с помощью другого смартфона. И попросил жену, чтобы она этими всеми приложениями для видео пользовалась. Так что, да, меня там видно даже в отражении планшета, как я держу телефон. Но мне показалось, что так будет лучше. Потому что, когда идет захват экрана, не видно, что ты делаешь руками. По-моему, это не очень правильно. Да и само видео вроде так неплохо записалось. Но в любом случае, снова вы в комментариях напишите, как вам лучше. Все-таки делать захват экрана, чтобы вам не было видно рук. Или вот такой формат вам нравится больше. Ну и на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Думаю, старт для новой рубрики очень даже неплох. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько прос. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.